Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Состоялись, достигнуты, совершены. Ну и, конечно же, проанонсируем рекорды, которые еще будут совершены. Ну да, да, да. И сразу же хотим вам сообщить, что если вы вдруг тоже захотите установить рекорд и прославиться на всю страну, заходите прямо сейчас на сайт книгарекордовроссии.ру. Там заполняете анкету в разделе установить рекорд и обязательное условие при регистрации это гражданство РФ, но сами понимаете, рекорд России, так сказать, чтобы все было чинно, правильно, по документам. А я знаешь, что хочу заметить? Что мы, друзья, не только рассказывать будем, но мы будем еще и показывать. Поэтому, если вы вдруг только вот проснулись и включили свой приемник, быстрее включайте, пожалуйста, свой телевизор или запускайте мобильное приложение Страна.ФМ. Или на сайт заходите, страна.ФМ, это вообще очень легко, просто вот не можете набирать через поисковик нас, наберите Страна.ФМ, мы сразу вылезем. Там слева кнопочка телевидения, мы красивые, нарядные, рекорды шикарные, все это вам покажем и расскажем. И все это прокомментируем, вы увидите, ужаснетесь или ахнете и скажете, так я ведро с водой так же могу на носу донести 50 километров. На носу? Ты загнул, конечно. Я представляю, что наверняка есть и такие у нас самобытные таланты. Наверняка есть люди, которые так скажут, но не донесут. Но если вдруг вы чувствуете, что можете так же или лучше, то обязательно заходите на книгарекордовроссии.ру и, возможно, в следующий понедельник именно о вас мы будем рассказывать. Прямо сейчас предлагаю послушать Леониду Агутина самбо, а потом продолжим. Конечно, не важно, во что верить, потому что все достижимо. Все тлен, я думала, ты сейчас скажешь, понедельник утром. У нас понедельник утром, все достижимо. У меня продолжается просто положительный заряд. Да, да, да. Я подумала, что Леонид Агутин смело может подавать заявку на человека, который написал самое большое количество танцевальных хитов. Потому что он все время... Да, но латинская музыка, она такая, она солнечная, дающая энергию и бодрость. А что еще дает бодрость? Вот скажи. А еще бодрость дает желание перебить чей-нибудь рекорд. Да ну нет, бодрость дает чаек, я вот к чему тебе. У тебя просто кофеек, ты не поймешь. Ну да ладно, давай для начала напомним, что телерадиоканал «Страна Айпэм» и «Книга рекордов России» представляет совместный проект «Рекорды страны». И все это по понедельникам мы вам являем. Например... Да, в марте прошлого года был зафиксирован рекорд. Самый большой действующий самовар не только в России, друзья, а в мире нам есть чем гордиться. Объем самовара, представьте себе только, 555 литров. Вот такое вот самоварище, он высотой 2,5 метра, выше меня. Слушай, это ж сколько он не остывает вообще-то, представляешь себе? Ну не знаю, сколько он не остывает. Ну вот автором является его житель Перми Александр Степанович Новокшонов. Давай посмотрим на него и на самовар. Да, давай посмотрим на самовар. Есть такая возможность? Конечно, есть. Так. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна Айпэм». Ну вот, смотрите, самовар... Топит, да, смотри. Он зеркальный еще какой, нарядный, это ж надо. Очень большой, стоит прям на санях, на каких-то, с трубой, дымится. Изготовлен был он 1 июня 2014 года. А у нас тут зимние кадры. Ждал своего триумфа около двух лет. Из пищевой полированной финской нержавеющей стали он сделан, друзья. Почему? На телерадиоканале «Страна Айпэм». Почему? Чтобы быть красивым и функциональным. Кран-раздач кипятка, бронзовый, оригинал 1905 года. Вот это тоже за это особая похвала, потому что, знаешь, такая душа российского чая, мне кажется, в этом сокрыта. Ну и ручки выполнены на токарном станке и покрыты лаком. Красотища! Вот еще раз хочу обратиться к Александру Степановичу. Александр Степанович, вы такой молодец, я так чай люблю. Приглашайте. Мне кажется, что еще книга рекордов России должна была зафиксировать еще один рекорд страны. Какой? Знаешь, какой? Самый большой самовар-зеркало. Потому что он зеркальный, то есть можно насмотреться в нем. И мне кажется, это был бы тоже уникальный рекорд не только для России, но и для всего мира. Трендом могло бы стать, потому что девчонки, они же любят, знаешь, пилить селфи. Поставил в коридоре у себя самовар-зеркало. О, мне кажется. Дорогие друзья, если вы можете лучше захотите, захотите и заходите на сайт книг рекордов россия.ру, регистрируйтесь там и побейте этот рекорд. Ну вот Москву подарить это одно, а подарить кому-то свое сердце, и так сказать, как символ этого сердца кольцо, это совершенно другое. Как ты считаешь? Конечно, конечно. А тебе ли не ощущать это в полной мере? Тебе ли, которое недавно это кольцо получило заветное? Да, я молодец. Ну, кстати, ты это тоже получил, просто я не знаю, как ты не получаешь за то, что ты его не носишь. Итак, друзья, мы продолжаем знакомить вас с самыми свежими зафиксированными рекордами России. Вот, казалось бы, уже практически конец эфира, да, и дикция начала подводить. 9 июля в Омске был зафиксирован всероссийский рекорд наибольшее количество пар людей, выстроившихся в форме обручальных колец. Прям мимимишка, мимимишка. Да, и мы, кстати, об этом событии говорили, мы его анонсировали, помнишь, как-то, по-моему, две недели назад в прямом эфире мы говорили, что вот-вот, да, вот-вот, и вот оно состоялось! Вот! Этот рекорд был посвящен Дню Любви, Семьи и Верности, так же он, правильно называется? Да-да-да, я сначала думала, 14 февраля, я думаю, что-то далековато. В общем, 100, да, как правильно Лера сказала, 100 влюбленных пар построили фигуру из двух обручальных колец шариками в руках! А без шариков-то праздник не праздник! Конечно, естественно! Ну, что рассказывать, когда можно показать? Я прям предлагаю воспользоваться визуальным рядомом. Конечно, да, давайте, давайте нам видосик. Рекорды страны! На телерадиоканале «Страна-ФМ» Шарики вижу! Ой, какие все красивые! Розовые, белые! Там кто-то в свадебном платье даже! Так это же невесты, невесты! Нет, ну не все невесты! Женихи тоже в свадебном платьях, я смотрю, да! Женихи! Нет, ну смотри, значит, одна... Давайте сейчас порадуемся всем вместе! И зафиксируем этот прекрасный рекорд! Вот! Поехали! Флэш-моб этот проходил возле Омских ворот! Участникам выдали ленточки и воздушные шары, и люди выстроились в фигуру двух обручальных колец! Ой, это шикарно! Рекорды страны! На телерадиоканале «Страна-ФМ» Слушай, мне очень понравилось! Мне такие вещи умиляют просто до слез! Я думаю, ну что же, ну где я была? Я же тоже хочу куда-то выстроиться! Давайте забубеним у нас что-нибудь такое! Ну это тогда тебе в Омск надо ехать! Ну зачем в Омск? Давай вот, ну ты же хороший организатор! Я неплохо созываю народ! Давайте как-то организуемся, где-нибудь выстроимся, и тоже зафиксируемся в Книге рекордов России! Ну вот, чтобы зафиксироваться, выстроиться и зафиксироваться, надо, чтобы была 101 пара, зайти на сайт Книги рекордов России и 101 пару зафиксировать! Тогда рекорд побьется! Телерадиоканал «Страна-ФМ» Один на всю страну! Ну мне кажется, лето московское может смело тоже подавать в Книгу рекордов России, как самое туманное и дождливое лето, ну, наверное, за последние 100 лет, да? Ну да, какая-то была такая информация, но я думаю, что Книга рекордов России до этого лета доберется еще, доберется, да! Рекорды всякие нужны, рекорды всякие важны! Телерадиоканал «Страна-ФМ» и Книга рекордов России продолжают знакомить вас с самыми свежими, зафиксированными рекордами в нашей стране, и мы продолжаем! Что у нас там на повестке? 5 марта 2017 года, то есть в этом году, ну вот, недалеко, как Николай Богатырев совершил наибольшее количество прыжков на скакалке за одну минуту среди мужчин! Да, вот ты помнишь, у нас вот Лена наша из пиар-отдела писала, ребята, у кого есть скакалка, это потому что она прочитала эту информацию, тоже хотела побить этот рекорд, но скакалку не нашла! Конечно, она не мужчина! Надо быть мужчиной, да? Да! Ну, ладно, результат его давай более подробно назовем! 226 прыжков за одну минуту! Понял? Да, давай посмотрим ролик, он нам подробно все покажет, расскажет! Да подожди, давай посмотрим ролик! Да подожди, я тебе просто хочу спросить, ты сам на скакалке прыгаешь? Я прыгаю, но не очень! Ну, а вот сколько ты можешь? Я вот, знаешь, как могу? Я вот тоже где-то, я сначала 3 прыгаю, я потом обязательно запнусь, потом я, значит, выдохну к ритму, так сказать, приспособлюсь, прыгаю, 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 и уже где-то на 10-12 прыжке я чувствую, что дышало-то не дышит, понимаешь? А-а-а! Я думал, наоборот, дышало, второе открывается! Второе дышало не открывается! У меня второго дышало вообще, в принципе, в комплекте не обнаружено! Так вот, ладно, я так понимаю, разговор о спорте у нас не склеил! Давай ролик смотреть! Давай! Рекорды страны! На телерадиоканале «Страна-ФМ» Он Николай! У-у-у, ничего себе! Вот это скорость! Это он действительно так быстро прыгает? Или это уже ускоренная съемка? Слушай, ну это ускоренно, но он и быстро прыгает! Ты просто посмотри! Даже если вот я буду прыгать, меня ускорят, я так не буду, как он! Ты будешь медленно! Просто такой, знаешь, человек скорость! Шик! Молодец, Николай! Если вы хотите лучше Николая, 227 прыжков вам надо сделать! Рекорды страны! На телерадиоканале «Страна-ФМ» Слушай, ну еще хочется, чтобы просто страна знала своих героев! Николай Богатырев проживает в поселке городского типа Баранчинский, это в Свердловской области, и 226 прыжков он сделал, если вы хотите, вам нужно 227 прыжков, и... Быть мужчиной! Быть мужчиной очень важно! Настоящий! Лена, извини, твои скаталки себе не помогут никаким образом! Мы... Давай с тобой проанонсируем! У нас ведь... Да! У нас вот, вот уже, вот, 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 в следующем выходе мы готовы отдать в добрые руки, в добрые руки, хотим отдать кепочку, телерадиоканал «Страна-ФМ» брендированную, красивую, уникальную, такой, ни у кого нет, если хотите, чтобы она появилась именно у вас, то подготовьте свои мозги, вспоминалку свою запустите, если еще не запустилось, вот, и будьте готовы к тому, что мы зададим вам вопрос, связанный с рекордами России, с рекордами нашей страны. Слушай, ну и пусть же люди сейчас как-то так запишут телефон, чтобы потом не метаться. 8-909-928-1-89-9, это WhatsApp и Viber, именно эти мессенджеры играют, а там вот какой по счету мы попозже сообразим. Да, друзья. Ну что, штаны тоже могут быть рекордными какими-нибудь, теоретически? Слушай, ты помнишь этот клип, он ведь когда-то побил все рекорды по просматривая ЕМСТ, и потому что все хотели знать, кто там такой в офигительных штанах. Ну, да ладно, на телеканале страна FM продолжаются рекорды страны, на телерадиоканале, прошу заметить. И сейчас у вас будет возможность выиграть ту самую кепку классную, которую мы анонсировали, а вопрос у нас какой, прям закачаешься. О, да. Ну что, друзья, внимание, готовьте все свои гаджеты. 8-909-928-1-89-9, это номер WhatsApp и Viber, именно они вам сейчас пригодятся. Вопрос следующий. На днях в нашей стране был зафиксирован рекорд. Самая молодая бабушка России. Ею стала жительница Московской области Чернышева Юлия Ивановна. И вопрос. Сколько лет было самой молодой бабушке на момент рождения ее первого внука? Ох уж Юлия Ивановна дает. Ну да ладно, есть вариант ответа. 32 года, 34 или 36 лет. Если вы знаете правильный ответ, пишите 8-909-928-1-89-9. И давай пятый правильно ответивший получит кепку с логатой пустой. Пятый, приславший правильный ответ на вопрос. Каков был возраст бабушки? 32, 34 или 36 лет. Кепочка будет ваша. Ну да, пока вы все это шлете, мы давайте-ка продолжим. Расскажем о рекордах, зафиксированных в разное время в нашей стране. В 2014 году, в ноябре, если быть точным, был зафиксирован всероссийский рекорд по массовой сдаче нормативов ГТО. Приняли в нем участие аж 1748 человек. И что удивительно, возраст варьировался от 78 лет до 5 лет. Ну, вернее, в обратном порядке. 5-78. Это такие классные товарищи в республике Башкортостан проживают. Чтобы вы знали, в спортивной акции приняли участие 1748 человек. Ты сказал об этом? Да. Ты сказал? Конечно. Вот я самая рассеянная могу бы тоже подать на рекорд. Ну, здорово. Давай дальше. Дальше. В августе 2013 года был зафиксирован рекорд «Самая длинная фата» в России. Татьяна Филатова установила этот рекорд удивительно. Я думал, что фату уже никто не использует на свадьбах. Ты с ума сошел? Да. В общем, в день своей свадьбы невеста надела фату длиной в анимание 3636 метров. Ты знаешь, что фата, которые, в принципе, достаточно не длинная фата стоит там от 5000 рублей. Я боюсь представить, сколько это стоило. Но это круто. Это круто, да. Еще более крута информация, что, естественно, девушка сама бы такую фату за собой не уволокла. Просто бы напросто могла бы себе шею свернуть. 90 килограмм это все весело. И помогали ей большое количество человек, не меньше сотни. А не несколько сотен человек. Вот так вот. Слушай, ну как вообще так неудобно? Платье-то длинное неудобно, да? Когда это фата, еще ты идешь, держите голову! А самое главное, все, кто сзади шли, вот там, кто конец фаты нес, они, наверное, к вечеру только за стол сели. А может, это и было задумано. В августе 16-го года был зафиксирован рекорд наибольшая масса буксируемого автомобиля за канат. Масса автомобиля составила 18 тысяч 20 килограмм, и силач по имени Максим Боруздин с помощью каната сдвинул тяжеленную машину на 10 метров. Ушло у него на это 21 секунда. Слушай, какой могучий! С ума сойти! И все это произошло значит, на фестивале «Мир безграничных возможностей», который проходил в Ленинградской области. Слушай, классно! И сильные, и красивые, и умные, и шедевральные у нас живут граждане. Если вы можете лучше, то заходите на сайт книгарекордовроссии.ру, регистрируйтесь там, и я напомню, что обязательные условия это гражданство РФ, потому что книга рекордов России. Мы в следующем выходе уже огласим победителя, кому достанется кепка с логотипом телерадиоканала «Страна Айфон». И отдам кепулечку! Отдашь, куда же ты денешься? Там вопрос такой, понимаешь, хороший. За него обязательно нужно отдать подарок. И бабушке самой. Ну и ладно, отдадим. Ну, англо-русский словарь нам не зачем открывать, потому что у нас все-таки для нашей страны телерадиоканал... Чуждо нам это все. Да, нам англо-русский словарь не нужно, а вот книгу рекордов страны нашей надо открыть. Я думаю, сейчас про скрепа заговоришь, ну да ладно. Рассказать еще о нескольких рекордах. Ну давай, 12 мая, 17-го года турчянинов Сергей Викторович из Воронежской области построил самую большую башню из спичек. Ее высота составила 184 сантиметра. Количество спичек, которые ушли на создание башни 16 тысяч стук. Ты представляешь, я в детстве пыталась строить домики из спичек. Это невозможно. Это должно быть такое идеальное чувство равновесия. Такая недрожащая рука. Ну, ты думаешь, он строил прям так, не склеивая их? Ну, мне кажется, что так, именно так, я думаю. Ну, я вообще себе не представляю. Это очень круто. Ну, однозначно, руки должны быть... Из того места. Да, однозначно. Сейчас мы расскажем, кто является самым высоким человеком в нашей стране по версии Книги рекордов России. Его имя Павел Подкользин. Да, он баскетболист, между прочим. То есть он использует свой рост... По назначению. По назначению. Мастер спорта и рост рекордсмена 226 сантиметров. Это 2 метра 26 сантиметров. Да, это тот, кто будет пригибаться везде. Классно. Да. В 85-м году Павел родился в городе Новосибирске. На профессиональном уровне как баскетболист дебютировал за Новосибирский Сибирь Телеком Локомотив. Вот так вот. А сейчас перешел в итальянский клуб. Вот так. Да, вот так вот. Ну, российский же. Российский. Ну, вот о самом большом мы рассказали. О башне и спичек большой. О баскетболисте большом. А теперь о самом маленьком надо рассказать. Правильно? Давай. Вот. Самый маленький кубик Рубика, сделанный в нашей стране. Знаете, сколько он... какой его размер? 10 миллиметриков. Это вот столько? 10 миллиметров. Сантиметр. Сантиметровый кубик Рубика, значит, был создан Евгением Григорьевым из города Чебоксары. Вот. Ты мне скажи, его собрать-то можно? Он как бы декоративный или работает? Пинцетиком. Тик-тик-тик-тик-тик. Слушай, ну, если он собирается, то очень круто. Конечно. Как обычно, кубик Рубика работает. И я бы хотел, чтобы побили рекорд России по сбору этого кубика Рубика. Потому что, ладно, обычный вот взял кубик Рубика и крутишь его. А тут-то как надо раз-раз-раз-раз-раз-крутись. Слушай, ну, вот Евгений Григорьев, он как вот современный левша, да, который плохого подковал. Молодец. Подковал кубик Рубика. Молодец. Ну, и у нас не так много времени осталось. Давай-ка быстренько напомним вопрос. Самая молодая бабушка России. Да? Да. Мы давали варианты ответа 36, 32 или 34. Да. И просили пятого. Да, именно пятого. Пятого стать обладателем кепки. Мы просили. Да, понимаете, не только знание, но и везение должно было быть на вашей стороне. Итак, Чернышева Юлия Ивановна стала самой молодой бабушкой в нашей стране в возрасте 34 лет. Ой-ой-ой. Мне просто 34. Следующий, у меня еще детей нет. На момент рождения внука ей было 34 года, 8 месяцев, 12 дней. Молодец. Все успела. И теперь, собственно, к победителю. Победительницей стала Наталья, чей номер заканчивал на номер 7252. Написала она, что 34, прислала пятый. И потом Рубка, когда ее спросила, как вас зовут, потому что у меня была подпись, она говорит, неужели я выиграла кепку? Да, Наталья, мы выиграли кепку. Поздравляем, Наташечка. Теперь можно ходить в наше жаркое лето. Знаете, от дождя помогает, в принципе, в глаза не заливает. Наташа, вне эфира с вами свяжутся, напишут вам смс-ку специальную. Ждите, не переживайте, все будет. Ну, а мы, друзья, прощаемся с рубрикой рекорды страны. Да, если вы хотите стать обладателем и зафиксировать свой рекорд, заходите на сайт книгарекордовроссии.ру. Главное, иметь российское гражданство. С вами все это время были Никит Некрасов и Валерия Майорова. Услышимся завтра. Хорошего вам понедельника, отличного дня и супернедели. Пока-пока. Оставайтесь с нами обязательно.